Дайджест недвижимости Объект должны сдать в эксплуатацию в конце августа. Планируется, что в новое семиэтажное здание переедут сотрудники городской налоговой инспекции, до этого момента разбросанные по пяти разным офисам. На открытие нового здания налоговой в Киров приедет руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, пишет Ньюслиру. Он проведет совещание с руководителями управления ФНС Приволжского федерального округа и представителями бизнеса. Дайджест недвижимости Долгожданных ключей от квартир они могут не дождаться. Возведением дома занималась компания «Вятка на дым». При этом квартиры в здании были изначально выкуплены Кировской региональной ипотечной корпорацией, которая впоследствии реализовала их населению. В какой-то момент организация перестала расплачиваться с подрядчиком за проведение строительных работ. В результате застройщик подал на компанию в суд, утверждает собеседница портала. В настоящее время дом в Гороховском переулке фактически построен, однако к нему не подведены коммуникации. Сейчас в здании проводятся работы по возведению межкомнатных перегородок и проводке электричества. Дайджест недвижимости Кировстад зафиксировал рост цен на строительные материалы. За минувший год с мая 2016 по май 2017 года в целом по области он составил 2%. По России за тот же период строительные материалы подорожали почти на 4%, по Приволжскому округу на 3%. Тем не менее, по ряду позиций стоимость выросла значительно. Как отмечают бизнес-новости в Кирове, в нашем регионе цены на стекло оконные увеличились почти на 27%. На 5,5% подорожали плиты ДСП. Масляные краски и эмали прибавили в цене 4,6%. Цемент, металлочерепица и обрезные пиломатериалы подорожали менее значительно. Рост составил от 2 до 3,5%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.